Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Антоха Игроед. Совсем недавно, после долгих лет затянутой разработки, наконец-то подал признаки жизни и готовности выйти в свет серьезный Сэм 4. Правда, сделано это было как-то тихо, скромно, может даже сказать, практически незаметно для столь крутого парня. Лично для меня этот серьезный дядька никогда не затмит другого легендарного циничного стероидного качка. Ну, Дюканюкема, разумеется. Но, тем не менее, перспектива истребить полчища инопланетных монстров очень сильно радует мою инфантильную кровожадность. Инфантильная кровожадность увлечения виртуальным насилием без причинения кому бы то ни было реального вреда. Рекомендовано лицам достигшим 12 лет. В этом видео я постарался собрать для вас информацию о том, что же обещают разработчики в игре Серьезный Сэм 4. Поехали! Ух, и тут я даже не знаю, с чего начать. Ну, давайте попробуем разобраться, пожалуй, с самым очевидным, что сразу же бросается в глаза после просмотра синематика и нескольких фрагментов геймплея. Конечно же, это графика. Да, по сравнению с современными играми и технологиями, с миллиардами полигонов и торсировкой лучей в реальном времени и всякое такое, все это выглядит более чем скромно. Но подождите плеваться слюной в монитор, подождите, подождите, токсичную слюну над приберечь. Серьезный Сэм никогда и не отличался графическими красотами. Он всегда брал другим. Во-первых, основной упор в этой серии всегда был сделан на возможность истреблять огромное количество монстров, лишенных инстинкта самосохранения и атакующих игрока, просто кидывающихся на него без каких-либо вопросов. Во-вторых, давайте просто посмотрим на оценник игры. Оу, почти 800 рублей. Я думаю, это более чем адекватно. В-третьих, в игре обещает быть огромная карта, ну чуть ли не в 100 квадратных километров. Так что приоритеты разработчиков явно более чем очевидны. И тут вообще важно понимать, что старина Сэм не поддается тенденциям современной моды на ребуты и перезапуске серии. Это все тот же самый олдовый шутер, где лучшей тактикой боя для вас будет являться бег спиной вперед с зажатой гашеткой. Этакий топ-даун шутер, только не с видом сверху, да, не топ-даун, а с видом от первого лица. Игроку предстоит вновь оказаться посреди огромного пространства, практически не стесняющего свободу передвижения и истреблять, уничтожать волны врагов, не задумываясь над поиском укрытий, обыскиванием тел у поверженных противников или там сложной прокачки и тому подобного. В общем, все по старинке. Но в целом, конечно же, все равно игра не обойдется без небольших нововведений. Еще в первых анонсирующих трейлерах Сэм гонял на мотоцикле, а в совсем недавнем синематике был представлен оседлавшим огромного быка-оборотня. Да и пытливые поклонники помнят видео, в котором Сэм пробивался через полчища врагов на самом настоящем комбайне. Так что с увеличением масштаба картов, скорее всего, будут предоставлены и новые средства передвижения по карте. К тому же, что сами разработчики неоднократно на это намекнули. Но с графикой и масштабами разобрались, едем дальше. Ну и само место действия в грядущей четвертой части франшизы обещает быть более реалистичным. Жаль, конечно, меня всегда подкупали вот эти вот пески древней Месопотамии и всякое такое. Но тут ничего не поделаешь, разработчикам видней. Хотя, судя по отдельным кадрам, по темным коридорам замков нам побегать все-таки тоже придется. Второй, на мой взгляд, главной отличительной чертой нового Сэма должна стать система Легион. Людям с зашкаливающим показателем инфантильной кровожадности подобное обещание должно понравиться. Ведь разработчики обещают нам чуть ли не тысячи вражин, жаждущих вашей погибели, одновременно отображающихся на экране. Ну, обещание более чем смелое. Но как это будет выглядеть на самом деле, черт его знает. Но это опять же к вопросу о визуальной составляющей игры. Думаю, при перспективах такого количества отображения противников, соответственно их просчета, я думаю, теперь все вопросы к графической составляющей уже автоматически снимаются. Потому что приоритеты разработчиков более чем очевидны. Ну и немножечко о самих врагах. Основной костяк массы интервентов будет таким же, как и в первых двух частях серии. Появятся безголовые камикадзе. Куда же без них. Такие же ракетчики, скелеты клира, сирианские быки-оборотни, хнумы, ну и прочие гады, которыми серьезный Сэм очень богат. Некоторые монстры претерпят небольшой редизайн, чтобы больше соответствовать современным стандартам. Но и то не сильно. К слову, недавно разработчики уже успели получить претензию от одного из пользователей относительно того, что у Гарпии, что Гарпии теперь нарисованы не с обнаженной грудью, а с прикрытой. Уж не прогнулись ли разработчики под современную конъюнктуру? Уж не цензура ли это? На что последние ответили, что это вовсе не цензура, а новое видение персонажа его непосредственным художникам. Так что вот и думайте теперь, действительно ли это необходимое для игры новое видение, или же действительно авторы пытаются избежать возможных скандалов? Хотя мы-то с вами знаем, что любой скандал всегда идет на пользу известности проекта, ведь зачастую не важно, что о тебе говорят, важно, что о тебе говорят. Вот как-то так. Из действительно новых противников были видны вот эти жирные ребята, у которых, похоже, между булок приделан реактивный двигатель, и они получили возможность взмывать воздух, чтобы пытаться оттуда навредить нашему герою. Страшно даже подумать, на чем работает этот двигатель. Может он все-таки за спиной закреплен, а не между булок. Впрочем, есть еще один свежий персонаж, чем-то напоминающий толстяка из Left 4 Dead. Ну знаете, такая огромная туша, источающая зеленоватую, ну, рвотную массу, очевидно, или кислоту, черт его знает. Ну и, разумеется, эпично взрывающуюся при нужном количестве попаданий. Но переходим к следующему моменту. Игра будет предусматривать возможность совместного прохождения, что, разумеется, должно подарить огромную массу веселья всем поклонникам старых добрых месиловок. Вроде как аж до 16 человек. Ну и, конечно же, какая же бойня с полчищами врагов без мощных пушек. С этим делом все обещает быть в полном порядке. Классическая двухстволка, автоматическая винтовка, мини-ган, автоматический дробовик, все на своем месте. А возможность взять эту адскую мясорубку в каждую руку особенно радует мою инфантильную кровожадность. Ну что поделать, неравнодушен я к автоматическим дробовикам. Ну и здесь разработчики также приготовили для нас небольшое нововведение. Судя по всему, все оружие теперь обзаведется альтернативным режимом огня. Возможно, это все-таки дань тенденциям современного мира, но лично я надеюсь на то, что это не будет просто каким-то ненужным нововведением, а следом за альтернативными режимами огня последуют и другие геймплейные возможности этой функции, соответственно. Тут я очень надеюсь на то, что игру не испортит необходимости убивать отдельных врагов отдельным режимом огня, а ставив все-таки за игроком право выбрать где и когда какое оружие он хочет использовать, а не вынуждая его переключаться между теми видами оружия, которые разработчики предусмотрели для конкретных ситуаций. Да-да, думай Тернл, это камушек в твой огород. Мне, если что, подобный ход очень не понравился. Но тут все на любителя, как говорится. Впрочем, в одном из интервью разработчики уже обмолвились многозначительной фразой о том, что серьезный СМ4 предоставит игроку новый вызов, в том числе и благодаря альтернативному режиму огня. Ну что ж, посмотрим, что там придумали. Ну и, конечно же, обещали расширить арсенал новым оружием. Каким конкретно, пока неизвестно. Видимо, берегут сюрприз на момент релиза, но бытует мнение, что планируют уделить внимание возможностям Сэма в ближнем бою. Лично мне кажется, такой ход вполне логичным, так как, опять же, с оглядкой на новый Doom, подобный подход может предоставить множество интересных возможностей. Может, даже механику добиваний с получением каких-то бонусов завезут. Но пока что я заметил только патроны, выпавшие вот из этого скелета и, похоже, это будет редким и скупым удовольствием, потому что до этого Сэм истребил огромное полчища подобных без каких-либо видимых бонусов. Так что это уже лично мое умозаключение. Ну, посмотрим, посмотрим, что же там будет на самом деле. Ну что же, судя по всему, серьезный СМ4 обещает сохранить все то, за что мы действительно так любим серию. К слову, игра будет приквелом основной серии, так что будем смотреть, что там с ордами ментала и всякое такое. Жду ваших отзывов в комментариях. Ждете ли вы новую главу приключений Сэма? Ну, а с вами был Антоха Игроед и до новых встреч. Пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин